Украинский неизвестный блог представляет Здравствуйте! В эфире канала УНБ 31 выпуск 4 сезона презентации Компьютеры и комплектующие Тема презентации что такое дистрибутив Линекс Поехали! Пред многими новичками, собирающимися перейти на Линекс возникает очень много вопросов Одни из самых частых среди них Это что такое дистрибутив Линекс и чем отличаются такое большое разнообразие редакции этой операционной системы В Windows пользователи привыкли, что есть одна система и несколько официальных редакций А тут сразу такое разнообразие В этой статье мы попытаемся разобраться, что такое дистрибутив Линекс И главное, чем дистрибутивы отличаются друг от друга Что выделяет одних из серой массы А также как были созданы самые интересные дистрибутивы Недавно операционная система GNU Линекс отметила свой 25 день рождения На сегодняшний день накопилось уже просто огромное количество дистрибутивов Линекса И новичкам будет очень сложно определиться с какого именно дистрибутива начать свое путешествие в этот мир Но сначала нужно разобраться, что это такое и почему существует так много дистрибутивов А не несколько версий как Windows Phone Pro, Enterprise или MacOS Понять почему так много дистрибутивов Линекс можно Если принять во внимание, что ядро Линекса распространяется с открытым исходным кодом Любой человек может использовать его бесплатно и вносить свои изменения в код Поэтому многие люди создают собственные дистрибутивы Взяв за основу нужное ядро и добавить в программное обеспечение, которое они хотят Нет ни одной организации, которая бы целенаправленно и самостоятельно разрабатывала Линекс Исходники доступны всем и в их разработке добровольно участвуют тысячи разработчиков со всего мира За развитием игра следит фонд свободного программного обеспечения Но здесь ситуация кардинально отличается от того, что мы можем наблюдать в Windows и Microsoft Где за разработку всей системы отвечает одна компания Что такое дистрибутив Линекс? Как я уже сказал, Microsoft сама занимается всей системой Компания создает как ядро, так и графические интерфейсы И дополнительное программное обеспечение, которое необходимо для беспреребойной работы В случае с Линекс, большинство компонентов разрабатываются разными людьми Это ядро Линекс, системные утилиты, графическое окружение, прикладные программы Все это выпускается независимыми друг от друга разработчиками Если проводить аналогию с Windows, то можно сравнить дистрибутив Линекс со сборкой Windows Каждый пользователь может взять все необходимые компоненты и собрать из них свой дистрибутив Другое дело, что многие компании каким-либо образом улучшают эти компоненты Выпускают для них патчи, добавляют обновления, выпускают свое программное обеспечение и так далее А теперь давайте рассмотрим подробнее каждый из основополагающих компонентов каждого дистрибутива Линекс Ядро Линекс Это главный компонент операционной системы Ядро было разработано Линусом Тарвальцем еще в 1990 году Для любой операционной системы ядро имеет жизненно важное значение Множество программистов носят свой вклад в разработку ядра, но все это находится под контролем Линуса Тарвальца Он может контролировать все, что касается добавления новых возможностей и изменения ядра Утилитину Возьмем для примера книжку для заметок Чтобы что-то написать вам понадобится карандаш, чтобы стереть написанный текст нужен ластик Также не лишними будут несколько маркеров, чтобы выделить нужные области текста Все эти инструменты можно рассматривать как дополнительные инструменты, которые позволяют полноценно использовать блокно для заметок Точно то же самое происходит в Линекс Вы не сможете использовать ядро само по себе В решении различных задач, например, работы с файлами, редактирование текста, управление системой Вам нужны специальные утилиты Эти утилиты разрабатываются проектом G&U и содержатся в пакете Крутелс Вернемся к аналогии с записанной книжкой Вам нужно что-то с помощью чего вы смогли бы применять эти инструменты Для этого вы используете руки В Линекс вам нужна оболочка Это может быть командная оболочка, например, бэш или графическая Дисплейный сервер Дисплейный сервер или оконный менеджер выступает в роли посредника между пользователем и Линекс Его основная задача — управлять выводом на экран и принимать команды от пользователя через устройство года Клиентские приложения, например, Firefox или Breakfast используют дисплейный сервер, чтобы выводить содержимое своих окон на экран, а также чтобы получать команды от пользователя Чаще всего используется дисплейный сервер Zorg на основе протокола отображения X-Window System Он разрабатывается X-Org Foundation Также в последнее время появилось еще два новых дисплейных сервера Это Mirivalent Последний будет использован по умолчанию фигуры А что из этого получится мы узнаем потом В X-Service существует отдельный компонент под названием «Диспетчер окон», который позволяет управлять отображением окон на экране их взаимодействием Вы можете перемещать Изменять размеры и порядок оконных компонентов В случае с Wayland эта функциональность отдается композитному менеджеру Графический интерфейс пользователя Графический интерфейс и линей Это компонент, который позволяет взаимодействовать с пользователем в графике и с помощью мыши память консольных команд Консольный интерфейс используется в серверных редакциях Linux На протяжении многих лет были разработаны различные графические интерфейсы и окружения рабочего стола Каждая из них выпускается отдельной и независимой командой разработчиков Чем отличаются дистрибутивы Linux? Разработчики дистрибутивов Linux, как правило, берут за основу обычное ядро и добавляют к нему, по их мнению, нужное программное обеспечение Довольно часто разработчики устанавливают собственное окружение рабочего стола Например, в YouWant используется Unity, Linux Mint Cinnamon В разных дистрибутивах поставляется разное программное обеспечение по умолчанию Например, браузер Firefox или Chrome, музыкальный плеер, офисный пакет и т.д. Второе отличие – формат программного обеспечения Разные дистрибутивы могут использовать различные системы создания пакетов с программным обеспечением DPRevolutions per minute Разработчики могут включать или наоборот не включать программное обеспечение закрытым исходным кодом Например, в Fiora поставляется только свободное ПО Каждый Linux дистрибутив имеет свои цели и философию, которая и характеризует цель его создания Например, Vivian построен для широкого распространения свободного программного обеспечения YouWant, для начинающих пользователей Our Linux позволяет каждому пользователю создать свою систему именно для себя Заметим, что открытое программное обеспечение не всегда бесплатно Например, есть коммерческий дистрибутив Red Hat Enterprise Linux Вы можете скачать сам дистрибутив бесплатно, но если захотите получать регулярные обновления, придется платить Наиболее приемлемым дистрибутивом для начинающих я считаю YouWantu Она достаточно проста в установке, разрабатывается canonical и основана на Vivian Но есть и другие дистрибутивы, которые в последнее время набирают популярность среди новичков, например, Linux Mint Источник HTTP и ник Info 2016 0926 Tooteko Distributive Linux HTML Что такое Distributive Linux Эндрекву Портал интересных статей Сергея Матичу 26 сентября 2016 Есть вопросы? Звоните Плюс 38 097 920 85 23 Либо заходите на сайт uib Это уэ До встречи в следующей презентации Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...